Всем привет! С вами Жора, по батюшке я Григорьевич. И сейчас я дам пару советов, с помощью которых именно ты сможешь исправить свою оценку в лучшую сторону. Из вот такой горбатой, вот в такую рыцарскую, интеллигентную. Поехали! Первый совет, который я вам дам, будет примерно таким. Следим всегда за своей шеей. Мы, люди, уже привыкли к тому, что если мы смотрим вперед, значит осанка у нас ровная. Но есть такие люди, которые вот сгорблены, это во-первых шея чуть вперед, но делают они вот так вот и думают, что они идут ровно. Вы посмотрите, что это такое. Понимаете? Нам нужно добиться, чтобы шея была как бы под углом в 90 градусов. Вот. И не вот так вот. Ни в коем случае не делаем вот так вот, потому что это просто выглядит по-уродски. Ну а так у нас ровно всё в принципе. Так вот не делаем. Смысл в чём? Голову приподняли, смотрим вперёд, шею чуть-чуть назад. Ну и по итогу вот такая шея. С плечами у нас пока что, например, не лады. Вот такие плечи у нас. Окей. Первая шея. Вот сделали. Санка у нас не очень ещё. У нас должно быть вот так вот. Вот. Хоп. Хопа. Второй совет, который я вам дам, это по плечам и по груди. Папа в детстве мне всё время делал вот так вот. Подходил, получается, мне сзади и плечи выгибал вот так вот. Типа не горбся. И вот так вот. Хоп. Ну вот. Вот так вот. И получалось что-то наподобие петушка. Я такой, пап, что мне вот так вот ходить? Ну как бы смешно. Так вот, чтобы такого не было, лопатки прям вот так вот. Ну не нужно сгибать. Это, во-первых, некрасиво смотрится. Во-вторых, неудобно ходить. И любой человек чувствует дискомфорт. Чтобы не было такого дискомфорта, в плане вот так сделал, и как будто это тело не твоё. Ну неудобно вот в такой позе ходить. И вот эта вот осанка, так называемая, ничего вам не исправит. Сразу будет дискомфорт испытывать и вот так вот делать. Я на черепаху, наверное, похож, да? Что мы делаем? Мы представляем воображаемый стакан с водой, как будто мы его держим на груди. Хоп. Поставили стакан с водой. И нужно все время его поддерживать, чтобы вода не пролилась. То есть, грудь делаем вот так вот примерно. Ну а плечи уже автоматически идут назад чуть-чуть. И руки вот. Параллельно, что ли, тело нашему будут идти вот так вот. Ну и получается примерно вот такая осанка. Я знаю, что первое время очень неудобно так ходить. Я сам себя приучаю, потому что тоже горблюсь. Это просто дело привычки. Если мы на протяжении 30 дней будем что-то делать стабильно, то по итогу у нас войдет это в привычку. Так же вот с нашей осанкой. На протяжении 30 дней стараемся себя держать. И осанка уже все. И некуда деваться. И вы уже ровненький. Вы уже царь. Вы уже интеллигентный рыцарь. В принципе, все. Вот эти два совета вам очень помогут. Давайте я еще раз их повторю. Первое. Шея. Если мы смотрим ровно вот так вперед, это не значит, что у нас ровная осанка. Выравниваем шею. Смотрим вперед. Второе. Представляем, что у нас грудь это полочка, а на ней стакан с водой. И нам ну никак нельзя прокинуть этот стакан с водой. А то взорвется там, что-то внизу все взорвется там. Вот. Грудь держим ровно, чтобы не уронить стакан. А руки вдоль тела держим. Ну, естественно, мы ходим. Руки. Руки тоже ходят. Ну и, пожалуй, на этом все. Пишите в комментарии свои темы для видео. Просто напишите тему, и я сниму по ней видео, и ты попадешь в ролик. Если эта тема будет интересная. Ну и все. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok